Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, здравствуйте. 14 часов 11 минут московское время. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Юлия Егорова и наши гости. Надежда Мехер. Аплодируйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Я так, знаете... Сияйте. Давай, давай... Вы куда смотрите? А вот... Смотреть можно везде. Везде, да? Снимают везде. С нас снимают везде. Да. Подглядывают за нами. Я так, знаешь, затаила дыхание, пока Роман объявлял, потому что, во-первых, мы ждали Надежды, переживали. А я как переживала. Переживали, вдруг не доедет. Вот. И кроме того, я думаю, что про Романа и говорить нечего, что мечта сбылась, да, сегодня увидеть. Конечно. Я почему-то так многословил. А Роман-то сам об этом не знал, по-моему, что мечта сбылась. Роман просто более стеснительный, чем я. А я готова на всю страну, на всю страну ФМ объявить, что у нас сегодня Надежда Грановская, Мехер сама к нам пришла, прилетела. Прилетела сегодня, да. Да, да. Мы, на самом деле, не ругаемся, что чуть-чуть опоздала, потому что буквально из Казахстана вот только-только, да? Это долгая история, но вкратце скажу, что мы ехали из Кокшетау в Омск часов, по-моему, шесть машиной. Вот. А из Омска летели вот к вам в Москву. Надь, это что был? Музыкальный концерт или это был спектакль? Расскажи. Музыкальный спектакль «История Луна Мор», да, где я читаю стихи. Свои стихи? Собственно, в производстве, да. Романсы. Я обожаю русский романс и пою, собственно, известные русские романсы в этом спектакле. И романсы на испанском языке тоже, собственно, известные. И, конечно же, аргентинская танго, потому что без него не обойтись. И ты сама и режиссер, и автор вот этой необычной коллаборации. Режиссер-постановщик, да, этого мероприятия я, но есть еще хореографы-постановщики, которые, собственно, и ставили хореографию для аргентинского танго. Это такое детище, которое вынашивалось, я так понимаю, тобой вот давно, долго-долго-долго. Оно уже давно, в общем-то, скажем так, материализовалось, потому что еще два года назад в городе Киеве была премьера. Вот. В прошлом году у нас начались гастроли по России и Казахстану. Как принимать в Казахстане? Очень хорошо. Я могу сказать, что я, конечно, нервничала, потому что, во-первых, все меня знали и знают немножко в другом амплуа. Вот. А тут, в общем-то, практически, ну, такая классическая музыка, совершенно все иное. Вот. И... И танцы, мягко говоря, в Виагре были другие. Да и песни тоже. Ну, абсолютно, да, да, конечно, абсолютно другие. Вот. Я, безусловно, нервничала, потому что мне казалось, что, с одной стороны, Поймут ли? Людям, ну, не то, чтобы поймут, потому что люди не понимали, куда они шли. Они шли, в первую очередь, на имя. На чернику из Виагры. Ну, я не знаю, мне кажется, эта черненькая из Виагры застряла уже там давным-давно, в двухтысячных годах. Почему до сих пор это произносят, эту кличку? Вот, я не понимаю, но, тем не менее, шли на имя. Ну, потому что богиня, но почему? Да, я вас умоляю. Конечно. А увидели совершенно иное, нежели могли себе, скажем так, представить. И мне безумно приятно, что нас благодарят за такую культурную программу. Которую вдохновляет. Я понимаю, что вот в своем авторском спектакле ты кайфанула по полной программе. Что касается и танцев, хореографии. Абсолютно. Это то, что я безумно люблю, причем с детства. Я с детства обожаю поэзию, но сама не писала, читала исключительно, увлекалась поэтами нашими. Танцевала в детстве, но это были народные танцы, хотя я мечтала стать балериной. Но ты, кстати, встала на такие, на фуанты. Ты же вернулась на фуанты. Да, я сейчас думаю, господи, надо же. Потому что спустя лет 17 я все-таки обратно вернулась в хореографию. Скажем так, вернулась для того, чтобы войти в этот танцевальный тонус. Потому что для того, чтобы танцевать аргентинское танго, в том числе, необходимо заниматься. Безусловно, хореографией. У нас сейчас вокальный номер. Давай посмотрим, послушаем. Да, давайте. Песня, которая дала название целому спектаклю. Да, заглавная песня. Спектакля? Ну, это, наверное, будет промо-ролик. Вот я все-таки сакцентирую на это внимание. Я могу потом спеть эту песню. Хорошо, давай. Она очень известная. И вы узнаете. Безусловно. Смотрим, слушаем. Поехали. Здравствуй. Я так скучала по тебе. Возьми, как холодно, как одиноко. Как отчаянно несемся в одно мгновение, чтобы сомкнуться воедино навсегда. До следующего дня остаемся немыми и завтра плачем от счастья. И благодарим время, что разделило. И благодарим Бога, что дал шанс увидеться еще раз. Оля. Танцуй, танго возвращения, танцуй, подраженье глаз, танцуй на краю сомнения, танцуй, как подражение. Субтитры создавал DimaTorzok «Байла» «Байла» «Когда se apague el brillo de tus ojos» «Байла» «Когда te sientas en el borde del abismo» «Байла» 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 «Como si fuera la última vez» «Mi libertad me ama y todo el ser le entrego» «Я отдаю всю себя своей свободе» «Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo» «Mi libertad es nuda me hace el amor perfecto» «Mi libertad es tango sin reglas» 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 «Опять зашел мой дом пустой» «Заполнил свежими тонами любви и нежности и света» «Мне думалось, забыла, отболела» «Нет, спустя годы ты так же мил и сердцу моему и телу» «В душе моей сейчас цветут сады» «Поют глаза мои, я снова по тебе скучаю» «Теперь я знаю, нет времени у любви» «Теперь я знаю» «Эта ágil figurita iluminaba el salón» «Presencia de alas de tango alucinado y seductor» «Si Escola la hubiera visto, se la llevaba con él» «Tan palidad en su vestido negro volaba de placer» «Лучшее в стране» Друзья, Надежда Мейхер в гостях у телерадиоканала «Страна FM» «Красавица», «Певица», «Поэт», «Хореограф» «Модельер» «Можно сказать, танцовщица» «Ну не хореограф, да, танцовщица» «Все впереди» «Мы поздравляем, очень красивая работа» «Спасибо большое» «Восхищаемся» «И расскажи, пожалуйста, как все-таки в аргентинское танго» «Как ты пришла в аргентинское танго» «Это был переход» «Да» «Заявляю на всю страну, что благодаря именно Пете Чернышову и проекту «Лед и пламя» «А Петя Чернышов был в этом проекте моим партнером» «Твоей половинкой» «Моей половинкой», да «Я полюбила аргентинское танго» «Поскольку у нас часть…» «В проекте мы катались на коньках» «А часть это был паркет» «И вот мы готовились к эфиру на паркете» «Петя предложил станцевать аргентинское танго» «Но он просто четко попал в образ» «Да, абсолютно» «Причем мы с Настей были в Буэнос-Айресе» «И там ходишь по улицам, они на улицах танцуют, это аргентинское танго» «Это что-то удивительное, давай попробуем» «Да не вопрос, конечно, давай» «Мы честно, как бы подобрать слово правильно, сфотографировали, сняли все с профессионалов» «Петя нашел в ютубе видео разных танцоров» «Испанцы с вами не работали» «Аргентинцы с вами не работали» «Не работали, мы даже не знали, где искать, честно говоря» «Но это было сколько лет, наверное, 10 назад» «Но хотели сделать сексуально» «Мы хотели, ну не в этом сути, но вот оно такое, это аргентинское танго» «Передать эмоцию, конечно» «Да, но я могу сказать, мы это сделали, и мы получили самые высокие баллы» «Но спустя годы, когда я уже начала действительно осваивать женскую технику» «Потому что есть женская техника, есть мужская техника аргентинского танго» «Вы с преподавателем занимаешься, да?» «Да, да, я занималась преподавателем» «И посмотрев то видео, где мы с Петей выступали, я поняла, что это было ужасно» «Потому что никакой абсолютной техники, то есть какие-то интуитивные совершенно движения» «Вот, и, конечно, я понимаю, что мы были тогда еще очень сыроваты» «Но зато какой посыл, какая подача» «Но не в этом была суть, безусловно, а в том, чтобы я действительно прониклась, и в конечном счете аргентинское танго оказалось в моем спектакле» «Очень красиво, и я думаю, что многие зрители, зрительницы, слушательницы страны ФМ хотели бы тоже заниматься, сколько примерно надо потратить времени, если вот так взяться» «Подожди, Роман, но учитывая танцевальную подготовку Нази изначально, с 11 лет ты танцевала, то, конечно же» «У меня была огромная пауза длиной 17 лет, поэтому мне, конечно, нужно было обратно возобновить занятие хореографией, потому что аргентинское танго, оно имеет несколько направлений» «Я скажу пока о двух, это мелонго, где могут танцевать абсолютно все, то есть вот вы захотели прийти, там есть, конечно же, рост, своя градация, то есть ты постепенно усложняешь и усложняешь свое мастерство» «А если ты хочешь как Надежда Мехина?» «А если, нет, не как Надежда, а есть сценическая танго, то есть там действительно нужна хореографическая подготовка, потому что это и растяжка, это поддержки, то есть должна быть сила в руках, в ногах, и здесь необходимо заниматься» «Ну за годик можно так вот учиться?» «Если упорно заниматься, ну, наверное, нет все-таки за годик» «Ну да» «Сколько времени тебе понадобилось, чтобы вот от момента идеи до реализации полностью скомпоновать весь спектакль?» «Где-то полтора-два года» «Полтора-два года работы» «Да, то есть, скажем так, ко мне пришла идея, естественно, в моей жизни появились люди, которые меня начали отговаривать, потому что это некоммерчески, потому что никому это надо» «Да, ну а мне как человеку, который привык все-таки все время создавать, изобретать и как-то хочется творчески расти, да, я настолько была вдохновлена, настолько вот у меня горели глаза, когда я думала вот об этой идее и ее развивала, что, конечно, все не то чтобы уговоры, а отговоры» «Просто мимо пролетали» «Ну, я старалась с этим бороться, да» «Мы сейчас будем с музыкой какое-то время общаться, а потом вернемся, оставайтесь в компании «Страна.ФМ»» «Лучшее в стране» «Друзья, «Лучшее в стране» продолжается, это телерадиоканал «Страна.ФМ», Надежда Мейхер нас в гостях, мы говорим о спектакле, мы слушаем музыку и, собственно, музыку в живом исполнении тоже мы послушаем» «Да, мы уже поняли, что Надежда не только самая сексуальная, чувственная» «Перестаньте, это не мы с вами определили, это какие-то журналы» «Нет, это люди какие-то, это люди, да» «Ну, кроме того, Надежда главный специалист по аргентинскому тангу еще в нашей стране, разбирается и в техниках, и так» «Я вам хочу сказать, что на самом деле в Москве, потому что я брала уроки аргентинского танга частично в Киеве, но в основном в Москве» «Да, Аргентина не долетала» «Нет, но здесь очень хорошие школы, несколько школ очень хороших, действительно, здесь проводятся очень часто семинары, приезжают именно аргентинцы» «Фанат просто» «Да, но я просто, да, я в это вниклась, потому что очень сильно полюбила, я знаю, что у вас действительно есть очень хорошие школы, где преподают в том числе и аргентинцы» «Причем, если вы думаете, что аргентинским танго можно заниматься только там до 25 лет, ничего подобного» «С 25 все только начинается» «Даже с 50 лет, если хотите, конечно» «Да, как в любви, да, чем больше это может ждать партнера, тем круче все получается» «Тем больше жизненного опыта» «Карлос Этлет Альмаран написал песню, которая сейчас прозвучит» «Между прочим, в этом году ему исполнилось бы 100 лет, да, вот и 5 лет, как его нет» «Да, да, да» «И самое главное, что Надежда исполняет песню на испанском языке в своем авторском спектакле, а при этом можно, да, тайну раскрыть испанский язык, ты не знаешь» «Не знаю, но я знаю, конечно, о чем та или иная песня, которую я пою, и я знаю какие-то слова, конечно, на испанском, но говорить могу с трудом» «Здесь можно сказать, поет сердцем, исполнишь для нас сейчас» «Да, с удовольствием» «There вся иная песня» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok